Здравствуйте, товарищи! Сегодня на Красной радиофонде Рабочей Академии мы пригласили доктора философских наук, профессора по кафедре экономики и права, действительного члена Петровской Академии Наук и Искусств, сопредседателя Идеологической Комиссии Рабочей Партии России Михаила Васильевича Попова. Здравствуйте, Михаил Васильевич! Здравствуйте, Марат Валерийович! Прошли выборы президента России. Что бы вы хотели по этому поводу сказать, Михаил Васильевич? Я именно хотел сказать по поводу, потому что вопрос не в поводе и даже не в выборах, а вопрос о том, каков сейчас момент. Что такое момент? Это тот момент, который характеризует главное напряжение борьбы. С чем идет борьба, кто ведет борьбу, против кого выступает и так далее. Поэтому вот это обращение, которое мы подготовили с моим коллегой, доктором экономических наук, профессором, действительным членом Петровской Академии Наук и Искусств, членом ЦК Рабочей Партии России и сопредседателем Оргкомиссии Золотом Александром Владимировичем. Вот мы подготовили обращение, которое связано именно с этим моментом. Потому что вот есть такие обстоятельства, которые, напомню, в первую полосу или во главу угла ставят один какой-то главный вопрос. И самый главный вопрос, что мы хотели подчеркнуть в том обращении, которое мы вам предлагаем, что самый главный вопрос – это вопрос борьбы с фашизмом, американским фашизмом во внешней политике. Мы видим, как Соединенные Штаты Америки нагибают все страны НАТО, как они пытаются и другие государства втянуть в эту самую борьбу. И эта борьба представляет собой вот такое образование, когда в самих Соединенных Штатах Америки вроде бы и нет фашизма, потому что там есть демократия, есть свобода слова, там люди выступают, в том числе выступают очень даже неплохо. А что касается отношения к другим странам и народам, то вы видите, что даже по отношению к своим союзникам по НАТО, вы видите, это менторский тон и, так сказать, командное начало. То есть они представляют собой просто пешки. А пешки они потому, что самым крупным империализмом в нынешнем империалистическом мире, который разделен, и у нас уже есть социалистические страны, или построившие социализм, или строящие его, как Китай, например, или как КНДР, который социализм построен. Но основной мир представляет собой арену, на которой действуют империалистические силы, и центром этих империалистических сил является Соединенные Штаты Америки. И та политика, которую они проводят, называется фашизмом во внешней политике. Вот этому вопросу посвящено обращение, и это ответ на вопрос о том, а почему вдруг мы решили выступить с обращением. Потому что именно в нынешний момент он как бы высвечивает остроту этого вопроса. Тут стоит вопрос, кто кого. Значит, название нашего обращения – выбор рабочего класса России, победа над фашизмом. Состоялись президентские выборы в России. Хотя выборы прошли по всем канонам буржуазной демократии, со свободой агитации за любого зарегистрированного кандидата, предоставлением эфирного времени каждому кандидату без каких-либо уничтожительных комментариев после выступления, с проведением голосования в удобной форме для избирателей, онлайн или путем прихода на избирательные участки, при массовом участии наблюдателей за ходом голосования, несмотря на все это, средства массовой дезинформации, подвластной американскому финансовому капиталу, а именно американский финансовый капитал является источником фашизма во внешней политике. Кричат о недемократичных выборах российского президента, о нелегитимности их итогов. Между тем, эти итоги закономерны. Победил руководитель борьбы с американским фашизмом во внешней политике. У нас много всяких разных руководителей. И они, так сказать, разные и по подготовке, и по позиции, и по характеру. Нас интересуют не вообще политические фигуры, а те политические фигуры, которые сегодня вступают в борьбу с этим самым американским фашизмом. И так получилось, что во главе этой самой борьбы с американским фашизмом стоит президент России. Видимо, в этом предназначение России, потому что Россия является действительным центром борьбы против американского фашизма во внешней политике. В последние годы ВВ Путин возглавляет специальную военную операцию, то есть вооруженную борьбу России с бандеровским киевским режимом, являющимся проводником американского фашизма во внешней политике. Это нелегкое испытание для нашей страны, но абсолютно необходимое ввиду угрозы поглощения Украины блоком НАТО с выходом военщины США и их европейских марионеток к границам России от Брянской области до Азовского моря. Руководителем антифашистской борьбы ВВ Путин стал не вдруг. Уже в 2000-е годы он начал публично одергивать главарей империалистических стран за их агрессивную политику по отношению к другим странам, Игославию, Ираку, Ливию и так далее, и дал им понять, что не допустит пренебрежения интересами России. Слова президента были подкреплены делами. В 2008 году Россия защитила Южную Осетию от агрессии со стороны проамериканского режима Саакашвили. В 2014 году, после государственного переворота на Украине, осуществленного в угоду американскому фашизму Крым, по воле его жителей, выраженной на референдуме, воссоединился с Россией. Наша страна стала помогать Донецкой и Луганской народным республикам в их борьбе за право народа говорить на русском языке. С 2015 года Россия оказывает поддержку сирийской армии в борьбе с пособниками НАТО. Если бы дружественная Сирия не выстояла, международное положение России резко бы ухудшилось. Когда расставили надежды обеспечить интересы населения Донецкой и Луганской народных республик мирным путем, когда киевский режим постучался в НАТО и пожелал получить ядерное оружие, тогда ВВ Путин объявил о начале специальной военной операции под демилитаризацией и демилитаризацией Украины. Так началась вооруженная борьба России на Украине с пособниками американского фашизма во внешней политике. В этой борьбе президент России получил полную поддержку российского рабочего класса. Именно рабочие города и деревни составляют костяк воинских подразделений, с самого начала участвующих в СВО. Сотни тысяч рабочих стали участниками СВО в результате частичной мобилизации и добровольного поступления на службу по контракту. По своему социальному составу российская армия остается главным образом рабочей. Борьба с бандеровским режимом, который накачивает современным оружием США и их подельники, требует крупномасштабного выпуска продукции российскими оборонными предприятиями, чтобы ковать оружие победы в необходимом количестве, рабочий класс на период СВО допустил на время спецоперации увеличение предложительности рабочего дня и рабочей недели, что в условиях мирного времени могло бы создать почву для бесчисленных трудовых конфликтов. Трудовой героизм российских рабочих подкрепляет героическую борьбу их товарищей на передовой. Самоотверженность рабочего класса на передовой и в тылу не случайна. Для него попасть подвигу американского фашизма стала бы трагедией. Американские фашисты, как и любые другие, самые злобные враги рабочего дела, стремящиеся разгромить профсоюзы и уничтожить политическую партию рабочего класса, заставить его работать в интересах агрессии против других независимых стран. В наши дни против Ирана, социалистического Китая, Корейской народно-демократической республики и так далее. Именно рабочий класс наиболее заинтересован в развитии России как самостоятельной страны, свободной от диктата со стороны США. Президент России, опираясь на поддержку рабочего класса, целый ряд лет отстаивал интересы такого развития. В этой работе он заслужил доверие российских рабочих и одновременно почетную ненависть со стороны врагов России. Все это предрешило исход голосования на президентских выборах в марте 2024 года. Борьба России со сторонниками американского фашизма во внешней политике. Нынешняя Россия буржуазная страна, пережившая в 90-е годы подчинение американскому монополистическому капиталу, который взрастил свой компрадорский, то есть готовый передать интересы своей страны российской буржуазии. При всесторонней помощи западного капитала компрадоры продвигали своих представителей во все органы власти. Для подобных людей борьба с американским фашизмом это борьба против своих покровителей. Они могут перекраситься в кавычках у антифашистов, но остаются их приспешниками. Та часть российской буржуазии, которая старалась сохранить отечественное производство, не складывала рук, но ее интересы долго игнорировались прислужниками западного капитала. Потребовались большие усилия, в том числе В.В. Путина, чтобы в государственном управлении возобладал курс на развитие российского производства. Не надо думать, что в органах власти не осталось выкормышей Чубайса, Ходорковского, Кудрина, Коха и тому подобное, которые хорошо, если не саботируют меры по укреплению бронспособности страны. Далеко не все из тех, кто прямо не относится к компрадорской буржуазии, занимают такую же стойкую антифашистскую позицию, как рабочий класс. Да и откуда ей взяться у тех программистов, креативщиков, офис-менеджеров и прочих представителей мелкобуржуазных слоев, для которых на первом месте забота о собственной выгоде, личном успехе. Большинство студентов именно из-за этой среды, так что ее влияние на них не следует игнорировать. Эта масса людей, далеких от совместного труда на производстве, предпочитает делать вид, что ничего не происходит, а про себя винит в житейских неурядицах, связанных с СВО, сложности с выездом за рубеж, исчезновение привычных марок импортных автомобилей, запрет на использование американских мессенджеров и тому подобное. Не американский фашизм во внешней политике, а тех, кто поднялся на борьбу с ним. Для людей, взращенных на американских мультфильмах, боевиках, компьютерных играх с персонажами-одиночками, не имеющие ничего общего с героической историей нашего Отечества, естественно, трудную минуту для стороны думать прежде всего о своем благополучии. Если в Советской России вчерашние школьники, студенты осаждали военкоматы, чтобы попасть на фронт, то в России буржуазной ничего подобного нет. Российское государство, долго проповедовавшее де-идеологизацию общества, что на деле означало переход под власть идеологии империалистической буржуазии США, к счастью, спохватилось. Возрождаются массовые детские и молодежные организации, призванные воспитывать патриотизм у молодого поколения. Активизировалась просветительская работа Российского общества знания. Идет борьба за умы молодежи, в которой предстоит победить идеологию американского фашизма. Даже для буржуазных политиков очевидно, что в борьбе с американским фашизмом во внешней политике можно выстоять только опираясь на рабочий класс и экономически, и политически. Ставка на средний класс, на так называемый креативный класс, или иную разновидность мелкой буржуазии, оказалась полностью несостоятельной. Мелкая буржуазия не способна обеспечить потребности СВО, а идейно плетется за самым крупным капиталом, то есть за капиталом США. В нашей стране развертывается масштабная подготовка рабочих кадров на базе техникумов, восстанавливается имеющая советскую историю системы производственного обучения старшеклассников, входит в правила получения рабочих профессий студентами технических университетов. Тем самым все возрастающая часть молодого поколения возвращается из виртуального компьютерного мира, которым властвуют американские капиталу в мир производительного труда, материально обеспечивающие жизнь России. Коллективизм, дисциплинированность, готовность к самопожертвованию ради успеха общего дела, стойкость в испытаниях, все те качества, которые сегодня необходимы в боевых действиях и в тылу, эти качества в полной мере присущи рабочему классу. Они не дар свыше, а формируются обстановкой крупной машинной индустрии, требующей согласованной работы сотен и тысяч людей в условиях, не исключающих воздействий работников вредных и опасных факторов производственной среды. Утвердиться в качестве авангарда антифашистской борьбы. То, что рабочий класс вносит решающий вклад в материальное обеспечение СВО, формирование и пополнение сражающихся воинских подразделений, его великая заслуга. Тем не менее, это не все, что он может и должен сделать для победы. Класс, который является авангардом в труде и в бою, способен повысить действенность управления экономикой и в целом жизнью страны. Так, резервы увеличения объема выпуска, повышения производительности труда никогда не будут вполне задействованы без управленческой инициативы рабочих коллективов. Не случайно в советское время регулярно проводились производственные совещания рабочих, поддерживалось их рационализаторское движение. Конечно, в нынешней России немыслимо, чтобы профсоюзные организации создавали из наиболее сознательных рабочих бригады для проверки работы органов государственной власти, по примеру, шефства заводов над советским госаппаратом конца 20-х, первой половины 30-х годов. Но рабочий контроль за ходом выполнения оборонных заказов на предприятиях и сегодня очень бы пригодился. Правительство готовит концепцию развития наставничества, чтобы рабочая молодежь быстрее осваивалась на производстве, а в работе над документом участвуют рабочие, уже являющиеся наставниками, и те, кому предстоит ими стать. Неужели кто-то всерьез считает, что без экспертизы самых заинтересованных и осведомленных людей можно получить полноценную концепцию? Проекты документов, направленных на подготовку и развитие рабочих кадров, составляются сегодня в органах власти достаточно активно. К сожалению, ничего не известно о широком обсуждении этих проектов в цехах и на участках производственных предприятий, а ведь речь идет не о росте поголовья крупного рогатого скота. Рабочим следует самим позаботиться о выражении своих интересов в законах и других нормативных актах. Начать надо с составления проектов коллективных договоров, предусматривающих ускоренное обновление станков и оборудования, приемлемые для рабочих режима труда, повышенную оплату переработок, симулирующую предпринимателей к внедрению новой техники, дополнение денежной компенсации за переработки и увеличением дней оплачиваемых отпусков и тому подобное. Когда составители проекта соберут в его поддержку подписи более половины работников предприятия, тогда время для проведения конференции правового коллектива по принятию коллективного договора. Имеется в России орган, обобщающий инициативу рабочих профсоюзов. Это постоянно действующий семинар по рабочему профсоюзному движению Федерации профсоюзов России и Фонда Рабочей Академии Российский Комитет Рабочих. Он проходит с 1994 года один раз полгода в Нижнем Новгороде. В нем участвуют рабочие, направленные инициативными группами рабочих рабочими профсоюзами. На каждом заседании принимаются рекомендации по решению насущных проблем для рабочего класса. Чем шире будет на РКР Российском Комитете Рабочих представительство инициативных групп рабочих и рабочих профсоюзов, тем больше будут считаться органы власти с рекомендациями Российского Комитета Рабочих. Идет создание политического ангарда рабочего класса общественного объединения Рабочая Партия России. Именно Рабочая Партия России раскрыла сути своего как вооруженной борьбы с американским фашизмом во внешней политике на Украине. Именно она выступает за то, чтобы рабочий класс в полной сила победоносной антифашистской борьбы. Поэтому сознательному рабочих надо позаботиться об укреплении Рабочей Партии России, вступая в ее ряды, участвуя в работе ее партийных организаций. Добиваясь повышения своей роли в жизни России, рабочий класс приближает победу в борьбе с американским фашизмом. Александр Владимирович Золотов, доктор экономических наук, профессор, член ЦК Рабочей Партии России, главный народная правда. М.В. Попов, доктор философских наук, профессор, член ЦК Рабочей Партии России, вице-президент Фонда Рабочей Академии. Александр Владимирович в Центральном Комитете является сопредседателем Организационной Комиссии, я в Центральном Комитете являюсь сопредседателем Идеологической Комиссии. Я готов ответить на вопросы, которые у вас, наверное, созрели, М.Ард Фаревич. Вопросы, ответы на которые будут интересны нашим слушателям и нашим товарищам по партии. В самом начале статьи вы говорили, что президент Владимир Путин еще в 2000-х годах начал публично одергивать главарей империалистических стран за их агрессивную политику по отношению к другим странам. Да. Возникает вопрос, одергивал империалистов, но при этом продолжал поддерживать их санкции против КНДР, Ирана и Ливии. Владимир Путин просился в НАТО, предлагал США и Евросоюзу создать совместную систему противоракетной обороны против Ирана. Также в Совете по безопасности ООН в свое время Россия дала добро империалистам на бомбардировку Ливии, хотя могла наложить вето. Разве эти события можно отнести к антиимпериалистической или антифашистской борьбе? Есть такое понятие в философии становление. Становление означает единство, бытие и ничто. Сразу какой-то вопрос или какая-то практика или какая-то категория не проявляется. Сначала она набирает силу. Поэтому те замечания, которые вы сделали, они вполне справедливые. тем более что касается того обстоятельства, что практически не воспользовалась правом вето Россия, когда были события в Ливии. Тогда президентом был, как и известно, товарищ Медведев. И это, конечно, безусловно, не красит его как представителя российского государства. Но всякого рода такие попытки задружиться с главой империалистического мира. Они показали, что там никто не собирается дружить, там есть только одно господство, политическое господство. И встал вопрос о том, как к этому относиться, либо превратиться в рабов американской империалистической буржуазии. К этому дело, в общем-то, и шло. У нас распродавались предприятия, закрывались, у нас уменьшилось образование, у нас же пятилетнее было образование высшее, осталось четырехлетнее. У нас стали люди выезжать за границу в очень большом объеме, те, которые получили высшее образование. Вот я, например, заканчивал математико-механический факультет, да больше половины уехало в Соединенные Штаты Америки. То есть вот этот весь период, который вы затрагивали и о котором вы говорили, это был период становления. И поэтому сейчас можно сказать, что события поставили вопрос ребром, потому что в 2014 году элементарно обманули очередной раз Россию и ее руководство, когда сказали, что вот, так сказать, мы сейчас будем все мирным путем решать, а сами пытались поймать бывшего президента Украины Януковича, если бы не мобильная группа на вертолетах, которая взяла его на борт и увезла в Москву, где он там и проживает до сих пор. Вот, если бы не это, он был бы просто так же растерзан, как были растерзаны. Смотрите, что было с Маамаром Каддафи и что было с лидером Иракской Республики его застрелили и, вернее, его повесили, а внука при нем же и застрелили из пистолета. Поэтому мы имеем дело с настоящими фашистами. Фашизм это открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических, а шовинизм это в самой крайней форме национализм, наиболее шовинистических элементов крупной империалистической буразии. И вот если это не внутри страны, а в Соединенных Штатах Америки нет фашизма внутри, а по отношению к другим народам есть, то вот это называется, и сейчас мы об этом и говорим, об этой категории фашизмом во внешней политике. Можете ли вы сказать, что это становление руководителя антифашистской борьбы уже завершено? Да, можно сказать, после становления идет наличное бытие, а в наличном бытии есть отрицание, поэтому сказать, что тем самым все будет теперь прекрасно мы не можем. Поэтому наступило время более определенной, более нацеленной, более грамотно проводимой борьбы, и это мы замечаем, и это следует приветствовать, но, как вы понимаете, борьба-то на этом не заканчивается, здесь просто она становится борьбой по принципу кто-кого, то есть у России сейчас нет другого выхода, кроме как выиграть в борьбе с американским фашизмом, потому что в противном случае она будет уничтожена как государство, и это понятно, уже там все расписали, где что, на сколько кусков нас разделить и так далее, поэтому либо Россия выиграет в этой ситуации, в этой борьбе, либо ее не будет. То есть с нами уже договариваться не будут? Не будут совершенно, кто это будет? Посмотрите, они даже не договариваются со своими, кто договаривается с французами, кто договаривается с Британией, кто договаривается с Штольцем в Германии, им говорят, что делать, и они выполняют. А мелкие страны, как комары мошки на огонь, туда плывут, в это самое НАТО, обратите внимание. Вот что надо было финнам? Финны у нас прекрасно тут пользовались тем, что в Ленинграде можно было практически за день съездить в Финляндию и вернуться. И многие туда ездили, и там прекрасно работала торговля, они богатели, многие там из России имели недвижимость и так далее, ловили там рыбу. А финны садились на велосипед и переезжали на нашу территорию, потому что на нашей территории та же самая уха из красной рыбы была в два раза и в три раза дешевле, чем в самой Финляндии. Так что они потеряли этот покой и потеряли возможность получать дешевую древесину, из которой они сделали потом дорогие вещи, дорогую мебель и обогащались. А теперь им придется подтягивать свой поясочек. Вот такая картина у нас на этой границе. А что касается этого самого там Латвии, оттуда вся молодежь уехала в Европу и моет горшки европейской бургазии. А что касается Литвы, ну как вот она вошла в НАТО. Что это вообще означает? Что этим она? Ну значит туда придут американские войска. То есть если какая-то страна вошла в НАТО, это значит на этой территории разместятся войска НАТО. А войска НАТО они все находятся под командой. Там никакой демократии нет. Обратите внимание. Как сказано будет руководством Соединенных Штатов, так и будет на этих территориях. Все остальные мальчики для бессе. Получается сейчас рабочему классу России надо объединиться вокруг президента борца с фашизмом? На то время пока идется спецоперация. Я думаю, что рабочий класс он должен усиливать и расширять свою партию. И решать задачи, которые связаны с его коренными интересами, а не только с интересами защиты от американского фашизма. Но на сегодня такой момент, когда вот этот вопрос стал ключевым образом. Как вы понимаете, как вот в свое время в России не победила бы Россия в гражданской войне, ну и не было бы России, ее бы разорвали на кусочки. Уже был такой момент. Но вот тогда это вот сделали большевики. А сейчас вот той буржуазии, которая выросла в советской России, а они все из советской России. И тот же Путин, он же работал в комитете государственной безопасности СССР. и сказал лидеру Компартии СССР, что у меня партийный билет остался, а я был не хуже коммунистов. Значит, такая судьба у этих людей. Либо они будут соединяться с рабочим классом, либо их раздавят, потому что первым делом будут уничтожать они рабочих, будут уничтожать руководство, которое не выполнило задания указов американского дяди Сэма. Так вот история поворачивается интересно. Вы сказали, что стойкую антифашистскую позицию занимает рабочий класс. Да. И далее упомянули программистов, креативщиков, офис-менеджеров и прочих представителей мелкобуржуазных слоев, для которых на первом месте стоит забота о собственной выгоде личном успехе. А вот среди рабочих таких людей нету? Есть. Но среди рабочих они есть как выражение не их положения, а как результат влияния на них тех средств массовой информации, которые у нас разгулялись. У нас в средствах массовой информации пропагандируется что угодно. Это вплоть до фашизма. И вплоть до того, что ничего общего ни с наукой, ни с практикой, ни с историей, ни вообще с Россией не имеет дела. Поэтому недооценивать то, что у нас происходит в средствах массовой информации, достаточно привести пример с этой самой раздетой вечеринкой Ивлеевой. Голой вечеринкой, да? Да, голой вечеринкой. Это что такое? Это люди, которым бешеные деньги дают. Я могу сказать, за что дают им деньги. Потому что люди, которые держат огромные залы, собирают туда людей, а вот те артисты, которые там поют и выступают, они думают, что они такие великие. Нет, они просто умеют собрать этот самый зал, чего только они не делают, чтобы собрать этот зал. Но им дадут несколько миллионов, а десятки и сотни миллионов заберут себе, владельцы этих самых залов и этих ресталищ, где проходят эти сборище. Так что тут создается иллюзия, что они уж такие великие деятели. Великие деятели, вот идите в театр оперы и балета Мариинский, там они много денег не получают, но там настоящее искусство. Я думаю, все-таки среди интеллигенции у нас в России не так мало сторонников антифашистской борьбы. У нас их немало в силу истории, поскольку мы все-таки страна, которая победила фашизм, поэтому у нас не может быть. У нас это в литературе, у нас это в песнях, у нас это в художественных полотнах и так далее. То есть у нас куда ни глянь, везде мы видим. Ну, потому что еще живут люди, которые воевали. У меня, например, отец участвовал в Сталинградской битве, был ранен и закончил ее инвалидом. Вернее, она еще не закончилась, а он уже закончил ее. Он ранен был и в ногу, и ранен был в шею. Ну, а сколько народу погибло? Николай Андреевич Моисенко, мой научный руководитель и декан экономического факультета командира полка Катюш в конце войны. Он, когда был студентом, вот они пошли в первый бой, вот вчера сидели за партой и вот они уже лежат все. Это забыть нельзя. У нас такие жертвы принесла наша страна и наш народ, что это мы забыть не можем. Поэтому это не могут забыть не только рабочие интеллигенты, а настоящий интеллигент это носитель знания. Это человек, который просвещает рабочих. И без этого света знания рабочего движения не может быть. Следующий вопрос. Вы говорили, что для людей, взращенных на американских мультфильмах, боевиках, компьютерных играх с персонажами-одиночками, не имеющими ничего общего с героической историей нашего Отечества, естественно, в трудную минуту для страны думать прежде всего о своем благополучии. Да. То есть, это какое-то широкое явление, что вот в детстве ребенок много смотрел мультиков, фильмов и играл в игры, то вот он такой смещанским мирозрением таким? он не просто смещанским, он вообще дурачный. То есть, он вместо того, чтобы развиваться, как вот, скажем, развивалось наше поколение, потому что можно было пойти в дом пионеров и школьников, трамвай стоил три копейки, все было безопасно, никого не убивали, детей. А тут вот была предпринята мера, как увеличение продолжительности трудовой деятельности на пять лет. Это значит, бабушки и дедушки теперь не идут, не охраняют этих самых своих внуков и не нянчат их, и не учат их тому, чему они научились. А они так же трудятся, хотя они болеют уже, им это тяжело и так далее. То есть, скажем, это был очень нехороший, неприятный шаг, который был сделан. И он очень болезненный является. А теперь мы должны какие-то клетки ставить вокруг каждой школы и искать, как там сохранить детей. А преступления за преступлением идут. Поэтому к этому приводят и игры, в которых убивать, это обычное дело в игре сейчас компьютерной. То этого убили, того убили, этого убили. Это не в шахматы. Там, в общем, тоже выигрывает одна сторона и в шашке. Но никого не убивает. А тут же убивают и это убийство показывает. Причем убийство очень простое. А сколько у нас молодых ребят просто попрыгало с высоток в Москве или в метро? Не обратили внимание, что между вагонами стоят такие установленные специальные средства, чтобы туда не могли залезть дети и чтобы они не ехали между вагонами и подземлёй. Потому что с этим связаны жертвы и травмы грандиозные. Вот теперь каждый поезд метро снабжён этими специальными вставками между вагонами и прочее. Так что, к сожалению, мы очень сильно двинулись в том направлении, куда нас толкал вот этот империалистический запад. Поэтому если сейчас появилось другое течение, другая тенденция положительная, и она связана со специальной военной операцией, эту тенденцию мы обязаны поддержать. Увидеть её, заметить, поддержать и участвовать в ней. Но альтернатива вот этим мультикам, боевикам и играм-то не появилась? Альтернатива у них всегда была, потому что альтернатива в этом была книги. Книги у нас всегда были, остаются. И, кстати, у нас книжная торговля и производство книг у нас нарастает. Надо, чтобы люди научились пользоваться книгами и также их изучали, читали, как это делали раньше. Это совсем не исключает участие в каких-то играх и использование чего-то другого. Но, как говорили классики, всем хорошим во мне, я обязан книгам. Хорошо, но тогда вот эти американские мультики, фильмы, они начали появляться в конце 80-х, и на них, можно сказать, выросло несколько поколений, это миллионы людей. Грубо говоря, это практически все, кто младше 45 лет. Ну, нельзя сказать, что на них выросло, но не на них выросло, а под их влиянием находилось. Потому что человек вырастает под влиянием родителей, он вырастает под влиянием школы, под влиянием института, техникум, вуза и так далее. Вот. Ну, конечно, я с вами согласен, это большая негативная роль. И мы, так сказать, в известном смысле имеем результат. У нас же, ну, скажем, разве у нас нет таких фактов, когда наши же граждане выступают в поддержку американского фашизма и внешней политики? Есть. Ну, у нас теперь, опять, ФСБ теперь воюет не с иностранными только, так сказать, преступниками, но и с теми преступниками, которые у нас вот появились, которые являются в старом, так сказать, если брать старое выражение, врагами народа. Ну, хорошо, а тогда люди вот вспомнят, что бандиты и приватизаторы девяностых и предатели такие, как Горбачев, Ельцин, Чубайс, Гайдар, они-то росли-то не на американских мультиках и фильмах, а вот как раз-таки на героической истории нашего Отечества. Они росли не на героической истории, они росли как люди, которые движение вперед, понимали, как движение вверх. Они подвигались и повышались, шли по карьерной лестнице. Их главной мечтой было получение денег, тот же Чубайс, воплощение того, чтобы обобрать всех, обобрать государство и разбогатеть. Вот он разбогател и удрал из страны, вот сейчас. Его никто, кстати, не выгонял, но он удрал, на всякий случай. И тот же Ходорковский, кто такой. Хотя они уже в своей деятельности не только получали несметные богатства, прибирая к рукам государственные ресурсы, но они же еще и убивали людей, если это необходимо было для решения своих задач. Поэтому у нас в лихие 90-е такой был разгул страшных преступлений против населения, против трудящихся. Поэтому этого должен быть положен конец. Как вы предполагаете, это будет делаться? А будет делаться так. Я думаю, что если кто-то думает, что после окончания специальной военной операции борьба прекратится, она не прекратится. Вот теперь тогда рабочий класс должен быть, опираясь на ту силу, которую он приобрел, и на тот опыт, который он приобрел, не робел, как он сейчас робеет, а тоже занялся расчисткой нашего поля родного, и без этого вперед мы не пройдем. Надо, чтобы представители рабочих, и об этом уже даже в Думе велась речь, чтобы рабочие, которые участвовали в СОО, они бы у нас на ключевых постах присутствовали, и чтобы они этот свой опыт борьбы с носителями фашизма во внешней политике могли использовать для решения наших внутренних дел. Таким рабочим после возвращения с СОО-то хотя бы на своих родных предприятиях дадут какую-то более широкую возможность отстаивать интересы своих товарищей? Вот это надо договориться уже сейчас, чтобы люди, которые возвращаются с СОО, получали соответствующие положения, и в том числе участвовали в создании профсоюза, заключения коллективных долларов, ну и они могут составить известный костяк командного аппарата руководителей хозяйственных, которые будут все-таки думать о России, а не только о том, как личный карман набить. Хотя вот, наверное, вы знаете, уже много случаев, когда нападают на участников СВО, которые инвалидов, нападают на всякие твари, и эти твари еще, так сказать, не получили достойного наказания. Ладно, двигаемся дальше. Вы говорили, даже не то, что вы говорили, это так и есть, правительство готовит концепцию развития наставничества, чтобы рабочая молодежь быстрее осваивалась на производстве. Что входит в эту концепцию, кратко можете рассказать? В эту концепцию входят всякие хорошие пожелания, и больше ничего, потому что для того, чтобы что-то, то, что планируется, намечается, чтобы было действенным, надо ему придать силу директивности. Поэтому вместо того, чтобы составить хороший план, долгосрочный, провести его через Думу, чтобы он стал обязательным, предусмотреть меры ответственности, как за всякий закон, потому что то, что прошло через Думу, становится законом, и после этого, это может действительно повлиять на ход нашей жизни. А всякого рода такие программы, даже такие, которые указаны президента изданы, они не являются директивными. Почему? Потому что самый главный у нас документ правовой, это Конституция. Следующий документ у нас это Конституционные законы, нужно две трети депутатов Госдумы для их проведения. Третий уровень это обычные законы, федеральные законы, а вот постановление правительства и указы президента не предполагает вообще никакой ответственности за их нарушение. Поэтому с одной стороны вроде бы хорошая разработка, но это больше мечта, и она вот такую роль мечты выполняет, даже если она вот в папках сложена, объявлена, напечатана и так далее. Поэтому вот никак товарищи не могут понять одной простой вещи, что и власть вообще дается, чтобы ей пользоваться. Если скажем, есть президент, так он должен не указами президента только пользоваться, который четвертый уровень власти представляет. Они нарываются эти указы на какой-нибудь пункт закона, и в этих случаях выполняется закон, а не указ. Надо, чтобы президент вносил свои предложения и программы в Думу, чтобы они принимали вид законов и форму законов и статус законов, и надо предусматривать ответственность материальную, а может быть и не только материальную, уголовную за невыполнение этих законов. А иначе мы получаем новые какие-то программы, новые пожелания, и это потом идет только для того, чтобы рассказывать картинки и рассуждать о том, как мы хорошо задумали, придумали и так далее. Так что это у нас та проблема, которую нужно решить. Надо научиться товарищам, которые занимаются руководством экономической нашей жизни, принимать директивные решения, а это планы, а планы должны пройти Думу, федеральное собрание, и только тогда у нас будет в этом отношении порядок. Пока его нет. Следующий вопрос. Вы говорили, что составители проекта коллективного договора, когда соберут в его поддержку подписи более половины работников предприятия, тогда время для проведения конференции трудового коллектива по принятию коллективного договора. Можно поподробнее раскрыть это? Да. Поподробнее после того, как конференция трудового коллектива проголосует, тогда с ней обязаны выйти на переговоры администрации. Обязаны. Не просто она хочет выходит, хочет не выходит. Если конференция приняла свой проект, значит по закону, а этот закон прописан и он содержится в трудовом кодексе, по закону администрация обязана выделить, освободить от работы тех представителей, которые будут вести переговоры со стороны работников до трех месяцев. А если три месяца ведут переговоры и пока не достигли результата, то следующие четыре или пять человек тоже должны быть освобождены от работы с оплатой по среднему, чтобы они могли ходить по производственным участкам, по цехам и готовить работников к тому, чтобы они отстаивали те положения коллективного договора, за которые они выступили. То есть конференция это не конец борьбы за коллективный договор, а начало. Но начало уже такое, которое дает законам предусмотренные полномочия торговому коллективу и освобождает от работы с оплатой по среднему тех там пять или шесть человек, которые будут вести переговоры. То есть собрать голоса в поддержку недостаточно, надо сразу, ну не сразу, но после этого провести конференцию и там уже проголосовать за этот проект, за тех, кто будет представлять коллектив на переговор. Да, и тогда это будет считаться, что сторона работников, она, так сказать, проделала предварительную работу, а после этого освобождаются от работы участников переговоров коллективных и начинается процесс согласования этих самых предложений работников и позиции администрации. Это длительный процесс, он может занять несколько месяцев. Три месяца, на три месяца освобождаются от работы по Трудовому кодексе, участвующие в переговорах работники. Если, скажем, затягиваются переговоры, значит, другие должны продолжить. Были Иванов, Петров, Сидоров, а теперь будет Степанов, Федоров и Лукьянов. Из этой статьи может показаться, что президент и правительство так много делают для развития страны, для подъема патриотизма молодежи, что кому-то может быть непонятно, зачем рабочим Российский комитет рабочих и рабочая партия России? Ну, это, во-первых, не статья обращения, это обращение констатирует некоторые положительные моменты в деятельности руководителей, но если кто-то думает, что положение рабочего класса будет улучшаться от деятельности руководителей, он, я думаю, наивный человек, потому что улучшение положения рабочего класса, я сделал рук, кого? Рабочего класса. Рабочего класса. Вот это надо запомнить, это старая истина, но этот рабочий класс вот в своей борьбе, в своей деятельности приветствует всякое правильное действие, если их совершает представитель другого класса. То есть, по некоторым вопросам может быть согласование, а по другим вопросам борьба, потому что без борьбы вообще ничего не делается в жизни. Если кто-то думает, что вот сейчас какое-то будет принято решение или кого-то избежут, наконец, я думаю, что все равно это будет изменение форм и методов борьбы, а вовсе не исключение этой борьбы. Рабочий класс должен понимать, что он сам должен бороться за свои интересы, поэтому он должен не смотреть просто наверх, а идти в рабочую партию России и укреплять ее, потому что без руководства партии своей, в которой бы рабочие имели, как у рабочей партии России, есть право принимать важнейшие решения, и при каждом решении, которое принимается, обеспечивается большинство рабочих. Такого больше нигде нет. Поэтому вот надо такую прекрасную возможность использовать и набирать силу. И если этого не сделает рабочий глаз, а будет все смотреть и радоваться тому, что, наконец, руководство страны, министры, президент, члены правительства делают какие-то правильные шаги, это вовсе не означает, что эти шаги связаны с желанием улучшить положение рабочих. Может быть, это связано с попыткой сохранить свои жизни, а так и есть. Вот если что-то произойдет с Россией, как вы понимаете, тут не только рабочий пострадает, но пострадает и правящий класс. Поэтому этот правящий класс должен подумать и о своей судьбе, и о своей жизни тоже. А спасти его может только рабочий. А рабочие должны понимать свою роль, и поэтому не просто идти и поддакивать тем или иным предложением, даже хорошим, а он должен свои интересы выражать. И вот в этом же обращении мы говорим о том, что он сейчас допускает рабочий класс удлинения рабочего времени, но на время спецоперации, а потом нужно вернуться к тому же уровню, а дальше пойти и сокращать рабочее время до 6 часов, как, собственно, и нужно для того, чтобы рабочий класс мог быть с хозяином страны. 6 часов рабочего дня в материальном производстве и 2 часа по управлению государством. Спасибо большое, Михаил Васильевич. Пожалуйста. Товарищи, если у вас будут вопросы, задавайте их в группе ВКонтакте Красного Радио ФРА, Красное Радио Фонда Рабочей Академии. Если вопросов соберется достаточно, мы еще раз соберемся и вы ответите. Да, я думаю, мы просто обязаны отвечать на все эти вопросы, даже самые неудобные, какие они появятся, потому что на то и люди, на то у них разная судьба, чтобы задавать разные вопросы, а товарищи, считающие себя образованными, должны на эти вопросы отвечать, и отвечать в соответствии с той наукой, которую они изучали. Спасибо, Михаил Васильевич. Вам спасибо за внимание. Вот нечасто удается поговорить о таких серьезных вещах, ну и такое внимание уделило Красное Радио этому вопросу, потому что вопрос для России сегодня действительно во многом очень важный и переломный. Спасибо вам большое. До новых встреч. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok